Мы хотели записать подкаст про то, как мы восприняли ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, конфликт вокруг Нагорного Карабаха и обсудить с точки зрения осетин итоги этой войны. И, естественно, все наше обсуждение, когда мы своей небольшой командой собирались за столиком, сводилось к обсуждению беспилотников и восхищению, как вот эта индустрия в Турции сейчас сильно поднялась, да, вот эти беспилотники Байрактар, как эта вообще семья быстро обзавелась связями семьи Эрдогана. Это, на самом деле, очень хорошая история. И вот тут сразу же мы получаем новость о том, что Грузия собирается закупать беспилотники. Ну, то есть грузинские власти сделали большой вывод из конфликта в Нагором Карабахе. И Батрас, размышляя на эту тему, написал в своем канале пост по этому вопросу. Будущий министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили. В 2021 году мы закупим оперативные, тактические, беспилотные, разведывательные и боевые дроны. Мы оснастим маневренные артиллерийские подразделения современными разведывательными летательными аппаратами. И будем развивать средства радиоэлектронного и разведывательного наблюдения. И бюджет будет увеличиваться. В 2021 году Грузия планирует приобрести дополнительную партию противотанковых систем «Джавелин». Это то, о чем много говорилось в контексте войны на Украине. То есть, допустим, украинская сторона очень много рассуждала на тему того, что эти «Джавелин» — это такая спасительная пилюля против донецких и луганских боевиков. Это эффективное оружие. И можно поискать, что это эффективные противотанковые системы. Бюджет Министерства обороны Грузии на 2021 год составляет 900 миллионов лари, что составляет 2% от ВВП страны. Одновременно в Грузии проходит военная реформа, благодаря которой уже через 2-3 года силы обороны Грузии могут принимать всех 7-8 тысяч призывников. Это уже мои слова. Пока остинская элита живет в каком-то воображаемом мире с магами, единорогами и твердой уверенностью в том, что в 2008 году все закончилось, грузины готовятся. И еще раз, ничего не поменялось. И новая война пойдет совсем по иному сценарию. И далее уже цифры о вкладе России в экономику Грузии. Могу я это тоже зачитать? Зачитай, зачитай. Это очень интересная информация. В 2009 году это по свежему относительно отчету Transparency International. Это, по-моему, за 2019 год. Итак, в 2019 году Грузия получила 1,6 миллиардов долларов дохода туристов, денежных переводов и товаров, экспортируемых в Россию, что составляет 9% от общего ВВП страны. В 2019 году Грузия экспортировала в Россию продукции на 497 миллионов долларов, что на 2,8% больше в ВВП страны. В 2019 году импорт из России составил 976 миллионов долларов, 11% всего импорта Грузии. То есть во многом Россия остается одним из основных таких экономических партнеров Грузии. И одновременно мы видим, что Грузия перевооружается и готовится к войне. Если честно, дорогие зрители, я сейчас скажу немного обидные вещи. Я сам рожден в Цхинвале, я пережил эту войну, не 2008 года, а еще 90-х. Поэтому это обидные вещи для меня. Но если бы во власти Грузии были более-менее адекватные лидеры, они бы просто по периметру Южной Осетии выстраивали бы экономическую инфраструктуру, строили бы заводы, ну если бы у них были ресурсы на это. Какая-то инфраструктура уже была, мы же говорим, допустим, что существовал Эргнецкий рынок, да? Да. И фактически это уже была зона такой стихийной торговли. Ну, этот Эргнецкий рынок, он играл большую роль. Но ты представляешь, если бы они по периметру, рядом с Хинвалом, бы построили несколько крупных заводов с большим количеством рабочих мест, очевидно, что население стало бы перетекать туда и стало бы идти на работу. То есть экономически поглощать территории гораздо проще. Но так уж повезло, что во власти Грузии сидят люди, которые не умеют дожидаться момента. И Саакашвили не дождался момента и решил быстро оттяпать все с помощью применения силы. Но опять же, если бы там сидели более-менее адекватные люди, то Южная Осетия не вышла бы из состава Грузии, потому что изначально Южная Осетия хотела лишь статус автономии. Грузия могла спокойно дать статус автономии Южной Осетии в 90-м году, а потом потихоньку эти рычаги автономии забирать. Точно так же, как и у Северной Осетии потихоньку. То есть Республика Северная Осетия в начале 90-х и Республика Северная Осетия сейчас это два разных статуса. Грузины точно так же могли делать, но мозгов на это не хватило. Я думаю, вопрос не в том, откуда грузины найдут деньги для развязывания войны. Это не самое важное в нашем случае. В нашем случае гораздо важнее размышлять на тему того, как мы сами готовы к такому развитию событий. И, естественно, мне кажется, что мы не готовы. Тем более, учитывая то, что война в Карабахе, она произошла именно тогда, когда разворачивался уже собственный серьезный внутриполитический конфликт Южной Осетии. И очевидно, что Южная Осетия не готова к войне, ни морально, ни политически вообще никак. А была Южная Осетия готова к войне в 2008 году? Я думаю, получше, чем сейчас. То есть у нас... Если мы, конечно, отбрасываем российскую базу, которая там есть. Я именно про Южную Осетию, как самих Южных Осетий. Но сейчас вся ставка на российскую базу, об этом прямо говорит президент Бибилов. Да. Да, он говорит, что наша армия ничего не может сделать против Грузии, поэтому нам надо надеяться только на Россию. Поэтому как бы и в большом штате армии, в армейском штате, как бы сказать, в нем нет смысла в огромном числе. Ну хорошо, в армии нет смысла. Ну хорошо, а в чем тогда есть смысл? Нет, это такой момент, можно оппонировать. А вот в этом Цнелис, где грузины зашли на территорию Южной Осетии, там российская армия сейчас на блокпостах стоит, или, может быть, местные ребята? Ну, я не знаю, как сейчас. Сейчас, может, что-то поменялось. Но так-то там, да, местные стояли. Ну да, то есть оказывается, все-таки в армии есть какая-то нужда. Да, конечно, есть. Я вот недавно смотрел про Гренаду, читал. Такая страна на Карибах. Точнее, на Карибах, там Гренадины, по-моему, как так называется, эти острова. И там живет что-то около 100-150 тысяч населения. И, естественно, там полная защита у них. Во-первых, это часть содружества британского. Во-вторых, там у них полная защита внешне. Ну даже у них есть там около тысячи человек военизированной полиции, которые там выполняют одновременно и функции полиции, и вооруженных сил. Даже там. И у них население поменьше, допустим, чем в Северной Осетии. Раза 5-6. Плюс еще такой момент, что у них нет под боком такой агрессивной страны, которая вот-вот на них нападет. То есть они в более расслабленном положении, но в армии у них тысяча человек. Да, но все равно там. Там 900 что-то такое. Ну вот тут нам пишут, Грузия пытается конструктивно и последовательно готовиться к реваншу. Пишет князь Дударов. Князь, я бы согласился, что последовательно, просто к нашему великому счастью, Грузия тоже не в самом лучшем экономическом и социальном положении. Если бы эта ситуация была тогда, когда у власти находился, например, тот же Биндукидзе, у которого был такой тезис, мы в Грузии должны продать все, кроме нашей совести. То есть была продажа госимущества тотальная, высвобождались огромные деньги, которые можно было направлять в армию. То сейчас у Грузии каких-то колоссальных ресурсов нет. Еще у Грузии есть один момент, демографическая катастрофа, ввиду, что просто открыли границу, безвизовый режим с Европой. И за один год только 400 или 500 тысяч населения просто уехали в Европу и не вернулись. То есть это дает нам какие-то надежды. Я абсолютно уверен, что если у нас откроют границу с Европейским Союзом и безвизовый режим, тут и вся Осетия, и вся Ингушетия просто свалят в Европу. Да, в закат. Ну, на самом деле, все равно, думаю, в любом случае, даже если там еще миллион человек уедет из Грузии, там все равно хватит населения для того, чтобы просто шапками закидать Южную Осетию. Здесь тоже не нужно обманываться на этот счет. Ну да, я просто как бы и позитивную, и негативную сторону освещаю. Тут еще такой момент пишут. Какая разница, закупила Грузия Байрактары или нет? Для нас ситуация не меняется. Как было плохо, так и осталось. Да, да, я о том же. То есть мы можем, конечно, смотреть и туда, и думать на эту тему, рассуждать. Но все равно основное это то, насколько осетинское государство само готово, чему бы то ни было. Потому что, как мы видели, что вот эта расслабленность сыграла злую шутку с Карабахом. Все были в шоке, и армяне до сих пор в шоке. Да, я просто вижу, я сам подписан на армянские группы, и вот уже сколько месяцев прошел, и они до сих пор не могут прийти в себя, и пытаются понять, что с ними произошло. Тут пишут, война будет в городе, городские бои, у нас нет сил контролировать всю республику. Ну вот это, кстати, тот момент, когда Цхинвал приравнивают ко всей Южной Осетии. Ну, потому что там большая часть населения, подавляющее большинство населения находится в Цхинвале. Ну, опять же, да, Цхинвал оборонять очень тяжело, потому что, по факту, на границе с Грузией, там, плеаканские высоты, над которыми дает возможность прошивать полгорода чуть ли не стрелкового оружия, и действительно защищать его очень тяжело. Ну, и, судя по всему, если действительно будет война, защищать его бессмысленно. Ну, и в 2008 году те полченцы, которые остались там, они, по сути, затягивали, давали время уйти и продолжить войну в горах, когда еще не было ясно, вмешается ли Россия. Ну, естественно, основные боевые действия не развернутся в горах. Есть несколько таких... В горах или в городе? В горах. Да? Да, да. Ну, тут с тобой не согласны, поэтому так тебя переспрашиваю. Ну, а в чем вопрос? Ну, что бои основные будут в городе, говорят. Нет, 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 нет. Это бессмысленно, потому что придется, а, уводить население, как это было в 2008 году, и как было в 1992 году. Да, Цхинвал кому-то придется оборонять, но это просто затягивание времени, потому что в целом контроль над Лиаканским высотами, их невозможно удержать, ну, осетинам, потому что, ну, просто превосходство в людях, превосходство в технике на грузинской стороне. И, ну, это просто подставлять армию под грады. А в горах какие-то шансы все-таки есть. Тут нужно тоже иметь в виду, что и в самой горной части Южной Осетии есть несколько таких слабых точек, которых тоже прекрасно знают грузины. Это Рокский туннель, Гуфтинский мост и так далее, потеря, над которыми она очень сильно усложнит все. Кстати, и грузинская разведка, она прекрасно знает и о таких козьих тропах в Северную Осетию, да, которых там не на всякой карте они есть, но у грузин есть все. Они практически и в 2008 году знали, что происходит в городе, а сейчас они это знают еще лучше всего, потому что с 2008 года еще лучше стали снимки спутниковые, еще лучше стала электроника разведывательная работает. То есть, я думаю, ну в крайнем случае ходили такие разговоры о том, что постоянно на границе фиксируют беспилотники, ну разведывательные, которые просто наблюдают за тем, что происходит у границы. Тут такой комментарий от князя Дударова, пока что да, но над югом висит Дамоклов меч, первое ослабление Москвы и потеря ее интереса, и грузины атакуют. А юг может противопоставить лишь мотивацию наиболее пассионарной части и все. Вот этот расчет на мотивацию, это большое-большое заблуждение, которое очень дорого стоило армянам, потому что они как раз рассчитывали, черт с ним, с техникой, а азербайджанцы просто разбегутся от нас, потому что мы доказывали им уже в начале 90-х о том, что мотивация у нас сильная. Но, как оказалось, техника имеет значение, ты можешь быть сколько угодно смелым, замотивированным человеком, но если ты мертвый, это не имеет никакого смысла. Я, кстати, сразу вспоминаю, 2008 год, 8 августа, мы на площади свободы стоим, и ребята, которые вернулись из Хинвала, и мы спрашиваем, ну там, к ним подбегают, спрашивают, что, ну ехать туда, мы вот поедем воевать, и его, ну человек, который прямо вот в Хинвале был, он говорит, понимаешь, говорит, если у тебя даже будет автомат, против кого ты, против гаубицы воевать будешь, ну что ты сделаешь? Мы, говорит, просто лежали в подвале, нас обстреливали. Я, говорит, не видел физических грузин, которые стреляли в нас, я видел, что на меня просто падают мины. А учитывая, что с 2008 года техника уже дошла, ну опять же вспоминаем дроны, мы понимаем, что сейчас война ведется так, что ты можешь физически врага не увидеть, ну человека, ты можешь увидеть дрона, и все. Скорее всего, ты дроны еще и не увидишь. Да, ты дрона не увидишь. Батрас, какой шанс в горах? Горный спецназ Азербайджана в связке с дронами и артиллерийской зачистил территорию в режиме нон-стоп. Ну, про Армению. Не, ну, во-первых, горы-то у нас разные, все-таки, если вы посмотрите Армянское Нагоре, то характер гор там и характер гор в Южной Осетии все-таки отличается. Как ни странно, армянские горы лысые. Ну, а мне вот товарищ говорил, что Куртатинское ущелье очень ему напомнило как раз-таки родину. А Куртатинское ущелье, ну, по сути-то лысое. Тут даже нужно понять, что даже в случае Южной Осетии, это рисунок войны с Грузией, когда воевала Южная Осетия, это была одна армия Грузии. А уже к войне с Абхазией, то есть через полтора-два года, да, это была уже совсем другая армия и другой характер. Потому что, по сути, в Южной Осетии это воевали там ополчения против ополчений. А вот уже в Абхазии это уже была там профессиональная, более или менее профессиональная армия. Ну, как минимум кадровая. Если в Грузию придет прогрессивный либеральный лидер, который обгонит по уровню жизни страны Запада, извинится перед народом и выплатит контрибуцию населению, позовет состав Грузии. Мы согласимся? Ну, нифига себе, сколько этих... Сколько условий должно выполнить. Вводных, я не думаю. Ну, а мне просто придет либеральный лидер, и им взят на что будет какой-то экономический расцвет. Саакашвили-то, в принципе, был в экономическом смысле. Это либералы, можно сказать. Ну, да, жить они стали получше. Ну, тут надо смотреть еще как бы опыт этих самых грузинских реформ. Есть же две книги на эту тему. Почему Грузия получилась, и как ответка на нее, почему Грузия не получилась. Там два разных автора погуглите. И можно хотя бы почитать это и сделать для себя какой-то вывод. Я с Индепендентом и Арестоном бы согласился. Если бы Южная Осетия в 1991 году Грузия не ответила отказом на автономию Южной Осетии, и был бы прогрессивный лидер, который проводил бы реформы, Южная Осетия, скорее всего, осталась бы в составе. Да, да, но уже спрашивать сейчас. Сейчас уже точка невозврата пройдена. Ты должен понять, что грузины, у них на лей славы похоронен Звиадгам Сахурди. В Алико Джугели. Да. Ну, все. Тут вот это... Ну, они как бы дали всем понять, что вот так вот, да. Да, то есть это... Тут дальше не может быть никаких историй. Возможно, через 200 лет там что-то возможно, но пока нет. Просто потому, что они героизируют убийца астинского народа. Ты все равно что знаешь, так, в каком-то месте немцы перезахоранивают Гитлером, там, что от него осталось, череп из России попросят. И вот торжественно его перезахоранили в самом почетном пантеоне их. А потом говорят, ну, как бы мы готовы принимать всех евреев обратно. Ну, мне кажется, реакция будет довольно странная. Ну, это будет как минимум плевок в жертв политики Гитлера. А таких плевков в отношении астин даже за последние годы было довольно много.